Добро пожаловать на тренировку боевого применения оптиколокационной станции самолета Су-27 в дальнем воздушном бою. ОФС позволяет самолету Су-27 осуществлять скрытную атаку, не выдавая свое присутствие включением радиолокационной станции. Сейчас под самолетом подвешены 2 ракеты среди данности с пассивным тепловым наведением Р-27ЭТ. 4 ракеты ближнего воздушного боя с пассивным тепловым наведением Р-73. Сейчас в воздухе на среднем удалении от нас находится несколько воздушных целей. Начнем тренировку по применению ОЛС самолета Су-27. Включаем режим дальнего воздушного боя клавишей 2. Включаем ОЛС клавишей О. В клавиши Д выбираем ракеты Р-27ЭТ. Тип выбранных ракет индицируется на ИЛС. Также на ИЛС индицируются пилоны, под которыми подвешены выбранные ракеты. Эта информация дублируется на индикаторе подвесок под ИЛС. ОЛС в режиме обзора сканирует пространство в секторе плюс-минус 30 градусов по азимуту и плюс-минус 5 градусов по углу места. При этом область сканирования можно дискретно поворачивать относительно самолета влево и вправо клавишами шифт, запятая, шифт, слэш. На угол 30 градусов, а также плавно вверх на 50 и вниз на 15 градусов клавишами шифт, запятой, шифт, точка. Зону обзора можно вернуть в центр клавишами Ctrl и ИЛС. Текущее положение области сканирования индицируется двумя треугольными индексами на ИПВ. На ИЛС при этом отображается текущий режим, признак работы ОЛС буква Т, указатель тангажа, отметки целей, строп захвата, скорость, курс, высота. Положение отметки цели по вертикали показывает угол места цели. Положение отметки цели по горизонтали показывает курсовой угол цели. Угол между очей самолета и направлением на цель в горизонтальной плоскости. Для того чтобы захватить цель необходимо клавишами точка, слэш, точка, запятой, точка, наложить строп на отметку цели и нажать клавишу Enter. После захвата цели индикация на ИЛС меняется. Теперь на нем отображаются признак захвата. Шкала дальности с масштабом. Текущая дальность до цели. Максимальная дальность пуска с учетом маневра уклонения. Минимальная дальность пуска. Марка цели показывает текущее положение цели. Метка положения ОЛС. Чтобы цель не вышла за пределы зоны сопровождения ОЛС, что приведет к срыву, необходимо удерживать эту точку в пределах квадрата. Как только текущая дальность становится меньше максимально разрешенной, мы можем произвести пуск ракеты, не опасаясь нехватки энергии ракеты для поражения цели. Об этом нам сигнализирует индекс ПР. Но помните, чем раньше выпустили ракету, тем больше шансов у цели организовать противодействие вашей ракете. Сближаемся от портаж. Пуск разрешен. Пуск разрешен. Пуск разрешен. Квадратом отмечена ракета, подготовленная к пуску. Пуск. Клавишу пробил. Олс. внезапность и скрытность атаки. А эти два качества всегда были главным оружием в руках умелого бойца.